Сипурошель Иисус, холстомер, рассказ Льва Толстого И пригласили меня, новоприбывшего актера, режиссера, мимо, участвовать в спектакле Это рассказ коня, про то, как его хозяин его загнал Хозяин полная скотина, а этот конь, это очень трогательный рассказ И вот на сцене табун лошадей Здесь, в Краевском театре, я получил очень важный урок ТОР На сцене табун лошадей У каждого в руках палочка На конце ее пакля, нити И все должны идти вот так Изображать коней И делать так Я сейчас возьму этот хвост Похоже на хвост коня И вот на сцене целый табун Все скачут Все делают такое Как делает конь А режиссер из Америки Это важный режиссер Который приехал сюда делать Делиться своим искусством И вдруг он останавливает репетицию Говорит Мне что-то мешает на сцене Но что все актеры израильские Стараются, движутся так Делают Все делают И я делаю И может быть лучше, чем другие делают И вдруг он останавливает репетицию И говорит Сви, можно тебя? Говорит по-английски Он американец И он мне говорит Ты знаешь, я тоже еврей И я уважаю Я уважаю религиозные чувства Но мне мешает Что все кони как кони И только один конь в кипе Если ты можешь На время репетиции Сними кипу Когда русскому еврею говорят Что что-то нельзя Он находит выход У меня были широкие заколки Я снял кипу И засунул туда эти заколки Что был знак Прошло много лет Не так много Я пошел учить Тору В Колель-Диске И там мне показали одну книгу Гаона Извина Эвеншлима Цельный камень И он говорит На что похож человек Тело его похоже На необузданного коня А его душа Это всадник И постоянная борьба Проходит между всадником И конем Кто победит И он приводит Такой пример Поймали необузданного коня Мустанга И надевает на него Сбрую Постромки И вот приходит Всадник Дает ему хлыстом И сгромождается на коня И вот сейчас Конь брыкается И не хочет сбросить всадника Но всадник Заставляет его Сделать Несколько шагов Он проходит Один круг И тут Конь Брыкается И всадник падает Конечно Вольно И всадник должен Преодолеть свою боль Преодолеть Все Свои ушибы И он опять Сбирается на коня И он заставляет его Идти по кругу И он делает Один круг Другой круг И вот Конь понимает Что он Ему ничего не поможет Он должен слушать всадника И вот они Поднимаются На самую Высокую Гору И там всадник Сходит И говорит Камин Ты был Замечательный конь Ты мне хорошо Послужил Мы расстаемся Но зная Что ты получишь Полную плату И есть другой вариант Всадник потратил Столько сил Чтобы взгромоздиться На коня Чтобы направить его И вот он Так устал Что он заснул А конь Начал скакать Куда хотел И вот Просыпается всадник И говорит Куда ты меня привез Поворачивает голову Конь И говорит Спать меньше Надо было Надо было Меня направлять И это наша жизнь Кто победит Всадник Или конь Но в этом Хайфском театре Американский режиссер Научил меня Очень важному Уроку Торы Конь Не бывает В кипе В кипе Должен быть Всадник Чтобы обуздать Этого дикого коня И это подарок Который я получил В жизни До сегодняшнего дня Я мог бы работать В этом театре Мне предлагали Квартиру в Хайфе Но что было бы С моей душой Слава Богу Творец Показал мне Путь Торы Он дал мне Моих учителей Равицка Казильдера И Гаона Рамуйши Шапина Около сорока лет Тому назад Это происходило Здесь Я получил Свой первый Важный урок Торы На всю жизнь Кипа Ермолка Это два слова На арамейском языке Ярей Молка Боящийся Царя Яба Типтахли Эта шаг Они Хочет Лахтол И Чува Яба Типтахли Эта шаг На Wow iano Эта шаг Поис係 Типтахли Эта шаг Эта шаг Поисся Эта шаг И Среди injured Эта шаг Эта шаг Ай-яй, покой, ровами линии Циуптухо, я дам Счастливцы!